И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, нестандартный я бы сказал для меня, это ролик у нас по легендарным аккаунтам в ТОшке, по их рейтингам, по их профилям, что-то в этом роде у нас сегодня будет. В какой-то мере они являются легендарными, кто-то выделяется именно своим вооружением, которое сейчас, например, нереально, кто-то играет наоборот на М0 вооружении, кто-то имеет самую максимальную легенду в игре, а кто-то вовсе находится по эффективности на первом месте. 7 аккаунтов у нас сегодня будет рассмотрено, я бы сказал так, многие знают эту рубрику от Колямбы, ссылочку на которого я оставлю в описании, можно сказать, эту рубрику придумал именно таки он, обзор аккаунтов, и сегодня я тоже хочу записать ролик именно вот по обзору аккаунтов, не знаю, понравится вам это или нет, поэтому обязательно отпишите по этому поводу в комментариях, нравится ли вам такая тема. Если да, то напишите чем, если нет, то тоже обоснуйте, чем она не заходит. Ну и, конечно, ребят, прожимаем лайкосы, давайте наберем, ну хотя бы 70 лайков наберем и сделаем новую часть такой вот нагибаторской рубрики, если ее можно тоже так назвать, но это вообще, в принципе, обзор аккаунтов, чем-то они известные, чем-то нет, чем-то они крутые, чем-то они нагибающие. Как-то так, что у нас, в принципе, сегодня будет рассмотрено, я уже, в принципе, сказал, поэтому, в принципе, еще бы я хотел только сказать одно, это то, что, если у вас есть какие-то аккаунты, которые вы считаете прям очень скилловыми, нагибаторскими, не знаю, там, они чем-то выделяются, то обязательно кидайте все свои аккаунтики, именно вот рейтинг аккаунта, кидайте мне в личку в ВКонтакте, ссылочку я тоже оставлю в описании, поэтому, если вы имеете такие аккаунты, то обязательно кидайте их. Ну, а именно с этим обзором я рассмотрю те аккаунты, которые, в принципе, считаю нужным сам, пару аккаунтов я таких выбрал, про которых сегодня, в принципе, можно было бы поговорить, И четыре, нет, наверное, пять аккаунтов мне дал игрок с ником Хаммер, если его кто-то знает, подписчик моего канала, довольно-таки давно он уже подписан, и вот он мне тоже накинул тут пару аккаунтиков, поэтому за это ему только могу сказать спасибо. Ладно, давайте уже делать обзорчик, семь аккаунтов мы сегодня рассмотрим, как я уже сказал, первый аккаунт у нас младший лейтенант, который имеет в своем гараже Викинга рельсу М2. Сейчас данное вооружение вообще, в принципе, невозможно, хотя есть момент такой, то, что есть определенные какие-то комплекты, с которым можно приобрести этот Викинг, но по большей части Викинг у нас открывается сейчас с комплектов, только, если не ошибаюсь, с лейтенанта, или со старшего лейтенанта, или просто с лейтенанта, но сейчас такое вооружение просто нереально себе приобрести, рельсу можно купить, но вот что касаемо Викинга, то Викинг сейчас приобрести нельзя вообще, в принципе, никак. Также у игрока имеется Мамонт М2, также имеется Хантер М2, единственное, вот нету Титана у него, а так все остальные корпуса и Васпа, а так все остальные корпуса у него М2, поэтому очень-таки такой интересный аккаунтик, который сейчас уже не набирает, в принципе, в игре ничего, не играет он уже какое-то продолжительное время, и, конечно, этот аккаунт уже, наверное, останется таким, какой он есть. Следующий аккаунт у нас игрок с ником Diman512101, это Бригадир, который имеет комплектик Хорната Рельсу, комплект у нас раньше открывался именно с Бригадира, сейчас такого комплекта уже в игре у нас нету, и такой комплект вы приобрести уже не можете. Все у нас комплекты, которые М3 открываются с генерал-лейтенанта, а данный комплект был открыт в то время на Бригадире. На аккаунте тоже уже никто не играет, тоже аккаунт заброшенный, но вот такой вот легендарный он имеется, потому что вооружение такое, которое имеется у него сейчас на аккаунте, нельзя приобрести сейчас вообще, в принципе, никак. У меня был тоже такой аккаунтик, кто смотрит стримы, кто смотрит мои ролики, кто знает аккаунт, который у нас сейчас уже генерал-лейтенант Банка73, на нем тоже был куплен комплект Викинга Молот на Бригадире, но сейчас уже аккаунт прокачался и, в принципе, на этом звании, которое он сейчас имеет, а имеет он генерал-лейтенанта, в принципе, такое вооружение уже приобрести спокойненько-таки можно. Поэтому как-то так. Переходим к следующему аккаунту, но этот аккаунт такой вот интересный у нас остается в игре. МихаАСС. Это просто какой-то нереальнейший аккаунт, который, слава богу, уже сейчас имеет хоть какое-то М3 вооружение, но то, что он имел до этого, на генералиссимусе. Просто представьте, он сейчас играет в игру постоянно, так же, как и играл раньше, у него при набитом опыте, вернее, даже не опыте, а часах в игре, полторы тысячи часов он набил, у него набито 1200 часов на Хорнете М0, на генералиссимусе. Вы просто представьте себе, только он миллион двести тысяч опыта набил на Хорнете М0. Слава богу, он сейчас приобрел уже Викинга М3, играет на нем. Я не знаю, зачем парень это делал, скорее всего, он все свои кристаллы тратил на нарку, и вообще, в принципе, не мог купить никакого вооружения, но то, что он имел до этого, это, конечно, провал конкретный, играть на Хорнете М0, при этом играть еще и на пушке, на какой он пушке у нас получается, на шафте М0. Он играл почти 800, 835 часов набить на шафте М0, это, конечно, очень много, играть вот на Хорнете Шафте, на Хорнете Шафте, вот представьте, вот М0 Хорнете Шафт играет на генералиссимусе, например, в матчмейкинге. Что он может сделать? Просто что он может сделать? Это сколько ему надо убить времени, чтобы хоть как-то заработать что-либо. Хорошо, что у нас сейчас в игре есть задания, хорошо, что у нас есть еще, не знаю, контейнеры, из которых можно хоть что-то получить, что-то нафармить. А как он мог раньше набивать? Когда не было заданий, когда не было у нас никаких плюшек дополнительных, как можно было набивать эти кристаллы на М0 вооружение? Я вообще не понимаю, не знаю, как вообще игрок этот качался и что он вообще делал, но такой вот аккаунт у нас имеется. Хорошо, что он уже, повторюсь, играет на Викинге М3 и у него имеется в гараже Магнум М3. Это очень-таки круто, что такой игрок уже не только мультит катки, но и бывает хоть как-то полезен команде. Следующий аккаунт у нас Андрей Пидан, тоже уже продолжительное время не играет у нас в игре. Имеет он вас по изиду М1, 800 часов у него набито на васпе и на изидке у него набито почти 600 часов. Также у него 200 часов набито на шафте М1. Тоже такой вот очень странный аккаунт, я не знаю, зачем такие аккаунты ребятам вообще в принципе нужны, но по сути у него набито почти миллион кристаллов, куда он мог потратить эти кри. Я серьезно не понимаю, так как у него нарки пронарены, ну вот только 7500 ДАшек. Ну на что он потратил кристаллы? Просто на что? 0.24 УП, 0.24. На Командоре, на васпе и зиде М1 играть? Ну это же просто провалище, просто провалище и честно говоря я не понимаю, куда вот мог игрок потратить свои кристаллы, что он не смог себе приобрести ни одного, блин, вооружения нормального. У него почти миллион, почти миллион заработан, при этом не имеет никаких красок, значит на краски он потратить не мог. Нарки тоже пронарено мало и поэтому очень странно, если вы ребят знаете на что потратил данный игрок кристаллы, то можете по этому поводу тоже отписать в комментарии. Ну а мы смотрим следующий аккаунт, следующий аккаунт у нас тоже такой же самый нагибатор, как у нас был третий аккаунт, который играл на М0 Хантера Шафте, то данный игрок играет на М0 Викинга Твинсе. Викинга Твинс М0. На, даже вот сейчас у него конечно Хантер, он не знаю, сменил корпус. В последнее свое время приобретание, я бы сказал, ну нахождение, можно так сказать, в игре. Тоже игрок сейчас уже не играет и наверное, слава богу, что он не играет. Такие игроки, конечно, нам в принципе не нужны. Я не знаю, что у них в голове и почему они набивают почти миллион кристаллов и имеют в своем гараже только М0 вооружения. Как они это делают, для меня честно это непонятно. Но это Викинга Твинс, также он имеет еще какие-то другие пушки на грамме, вот немного набито, но по сути все это дело у него в большей части набито именно на Викинга Твинсе. Вы понимаете, сколько у нас игрок в игре? Почти 3000 часов игрок в игре. Если сравнить это с моим аккаунтом, вот и при этом у него набито за это время миллион 300 тысяч опыта и 900 тысяч кристаллов. Если сравнить с моим аккаунтом, нахождение в игре чуть-чуть больше по времени, набито 35 миллионов кристаллов и 16 миллионов опыта. Вы просто понимаете, какая есть разница? Вот либо ты играешь, либо ты, я не знаю, чем занимаешься в этой игре, но это как-то так и это очень печально смотреть вообще в принципе на таких игроков. Ну и сейчас мы посмотрим еще два аккаунтика, которые выбрал уже я для себя. Рассказать именно про них и вообще в принципе в дальнейшем. Есть у меня такая мысля делать именно обзор на самых топовых игроков, которые вообще в принципе у нас сейчас имеются в игре. Если вы тоже такой поддерживаете, если вы вообще в принципе поддерживаете все обзоры, то обязательно жмите лайк, как я уже сказал в начале данного ролика. Ну и в общем смотрим на эти два аккаунта. Первый аккаунт это игрок с ником Блокит, про которого я уже записывал один определенный ролик, когда он за неделю заработал почти полтора миллиона кристаллов, но адвокат на ивенте по звездам, как вы знаете, обогнал эту цифру. И данный игрок является именно таки первым по эффективности. Набил он за 3, с небольшим 3,5 у него, ну 3,600, 3,600 тысяч опыта, он набил 13 миллионов кристаллов. Это почти x4 коэффициент, ну соотношение 1 к 4, отношение опыта к заработанным кристаллам. И это очень хороший результат. Если сравнивать данный аккаунт с моим, то у меня чуть больше x2, то есть отношение опыта к кристаллам 1 к 2, то у него 1 к 4, это очень хороший показатель. Многие говорят, что данный игрок набивал кристаллы за счет каких-то прокачек, но я такого не видел, поэтому у меня инфы нет, у меня нет никаких пруфов, поэтому я его в этом обвинять в принципе не могу. Вон он даже на прошлой неделе набил за 136 тысяч опыта, набил 1 миллион кристаллов. Это очень хорошие цифры, и парень реально старается, парень хочет сохранять свою первую позицию, и флаг ему в руки, пусть он это делает. Это, конечно, очень-таки хороший результат относительно тех аккаунтов, которые у нас были предыдущими. Ну и еще один аккаунт, который мы сегодня посмотрим, это игрок с ником Boris4311. Это игрок с самой максимальной легендой у нас в игре, а именно легенда 148. Сейчас вообще по сравнению с ним никто не может его в принципе не догнать. Да, да я даже бы сказал, что никто не пытается этого сделать. Также у игрока имеется 160 достижений, это очень тоже хорошее число. И если не ошибаюсь, то по данному показателю он тоже является лучшим игроком в танках. И, конечно же, по опыту его, я думаю, что если с ним, конечно, ничего не случится, если он вдруг не перестанет резко играть, то он данную позицию тоже будет сохранять. Стабильно он набивает и опыт, и кристаллы каждую неделю. Вот вы видите, по данной неделе он на третьем месте по кристаллам, на 154 месте по опыту. Ну, игрок стабильно играет, уделяет время игре, ему это нравится. И, не знаю, как сказать правильно, своевременно или как-то еще он занимает именно вот эту первую нагибаторскую строчку в нашем вообще, в принципе, рейтинге по опыту. Такой вот ролик у нас сегодня, ребят, получился. Если вам понравился, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok